Всем привет! С вами компания Notic.ru и сегодня мы поговорим о смартфоне. Это будет HTC Desire 200. Бюджетно недорогая модель, которая недавно вышла и которая недорого стоит, поэтому она легко доступна широкому кругу пользователей. Сразу скажу, что ничего особенного сверхъестественного от этого аппарата ждать не приходится. То есть он не очень мощный, он не супер какой-то навороченный, каких-то супер функций здесь тоже нет. Просто неплохой аппарат от известного бренда, то есть не какой-то китайский ноунейм, а все-таки HTC и недорогой. Трисплейный дюйм, здесь экран 480х320. Закрыт дисплей обычным защитным стеклом, здесь не Gorilla Glass. Внизу три сенсорные кнопки, как и на любом Android, все стандартно. На правой грани находятся качельки громкости, достаточно большие, по сравнению со всем размером аппарата. Здесь кнопка включения и миниджек для наушников или гарнитуры. Здесь у нас находится microUSB для зарядки или синхронизации с компьютером, а здесь находится микрофон. Корпус у нас пластиковый, вверху у нас находятся камеры 5 мегапикселей без вспышки. Вот этот динамик рядом с ней, здесь используется битс-аудио, как на последних HTC, но орёт достаточно громко. Пластиковая поверхность здесь не гладкая, а со специальным рифлением, благодаря этому аппарат хорошо лежит в руке, не скользит. В общем-то приятно его держать, он как игрушка такой, он очень лёгкий, маленький, такая компактная штучка. Для того, чтобы его открыть, нужно надавить на центр сзади и с какого-то угла подцепить. Это сразу не получается сделать, нужно немножко постараться туда-сюда это покрутить, потому что у меня, видите, сразу всё это не отходит. Но принцип простой, надавливаем в центр, и тогда у нас один из углов освобождается какой-нибудь, и можно поддеть и достать эту штучку. Ну вот, наконец-то у меня таки получилось её открыть. Крышка у нас мягенькая, сделана, как уже сказали, из пластика, то есть это ничего особенного, это обычная пластмасса, гнётся она. И вот здесь у нас внутренности все. Начнём мы с батарейки. Здесь 1230 мАч. Аппарат в таком стандартном режиме использования, тритеры, фейсбуки, вот это вот всё работает примерно сутки. Здесь лоток для сим-карты, обычная сим-карта, и вот здесь лоток для microSD-карточек, ой, упал, для microSD-карточек до 32 гигабайт. Причём я сразу скажу, купить её, скорее всего, придётся обязательно, потому что на аппарате всего 4 гигабайта памяти предустановлено, и вам её не хватит, точно не хватит. Там где-то 800 мегабайт остаётся свободным, даже не установленных программ. Теперь посмотрим на вес. Весит он 101 грамм в нашем случае, но мне кажется, 1 грамм это вот как раз та microSD-карточка, которую мы вставили. Операционная система у нас, само собой, здесь Android 4, о версии чуть позже, и оболочка здесь фирменная HTC Sense, также 4. Надо заметить, что вот лично мне уже 3,5-дюймовые экраны для смартфонов на Android кажутся мелковатыми. То есть, не знаю, как-то Samsung и прочие приучили нас к тому, что там 4 дюйма должно быть, 4,5, вот на них как-то получше. Здесь мне уже мелковато, может быть, пальцы большие, может ещё что-то. Хотя вот на тех же айфонах, на 4, 4S, мне всё мелко не так, кажется, как здесь. Но, возможно, это дело привычки. Установлен здесь довольно большой пакет всякого софта, то есть, единственное, что я поставил, это MX Player и Antutu Benchmark. И теперь посмотрим на версию операционной системы. У нас здесь устанавливается операционная система Android 4.0.3. И на данный момент обновляться эта версия не желает, то есть, никаких 4.1, 4.2 вы сюда пока не установите. Может быть, потом будет, но я, честно говоря, сомневаюсь, что до бюджетных смартфонов будут выпускать. Если сразу не выпустили, да, то вряд ли будет потом. То есть, той же самой Google Now функции вы здесь вряд ли увидите. Но, как я уже рассказывал в обзоре про Nexus, Google Now на самом деле особо и не нужна. В памяти здесь установлено 4 гигабайта для хранения. И я могу сказать, что там 800-700 мегабайт всего остаётся свободным после того, как я установил всего 2 маленькие программки. То есть, на самом деле, как я уже до этого говорил, карта памяти здесь обязательно нужна. Без неё вы просто ничего сюда не поставите. К тому же, Dragon Draw у вас с персонального компьютера, сюда тоже ничего не заливается. Это системная внутренняя память, куда, например, если просто кинуть фильм, то он воспроизводиться не будет. Со сменной карты памяти, естественно, всё отлично запускается, всё на неё легко кидается и всё с ней хорошо. Теперь посмотрим на производительность. Будем использовать Antutu Benchmark Test. Мы сам тест немножко ускорили, чтобы долго это нудно не смотреть. Здесь одноядерный процессор Snapdragon S1 с частотой 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. В наше время это не самые хорошие параметры, честно скажем. То есть, если вы берёте, например, для игр, то это вам не подходит совершенно. Angry Birds там и тому подобное, это да. Что-то там трёхмерное, это вы вряд ли здесь поиграете. Вот у нас получилось 3682 очка, это не ошибка большой результат. Тут даже больше можно сказать. Вот Nightmare HD Video, это 720p в контейнере МКВ сериала. Вот он здесь ощутимо тормозит. То есть, он несмотребелен. Здесь тормозит и звук, и видеоряд, и вообще невозможно смотреть на это кино. Просто всё дёргается, ничего не видно, ничего не слышно. Сам по себе экранчик неплох, хотя разрешение, конечно, уже маленькое на наше время. Но для бюджетного смарта нормально. Углы обзора не шибко хорошие, цвет здесь тоже ничего выдающегося, не AMOLED. Но, опять-таки, он такой стандартный, обычный, недорогой дисплей. Что касается фильма попроще, вот это, например, AV уже формат. Здесь где-то, наверное, 360 по вертикали. Здесь никаких тормозов нет, здесь всё отлично работает, шустро, быстро, звук не заедает. И всё здорово. То есть, HD-видео вы на этом смартфоне не посмотрите. Но, опять-таки, смотреть на 3,5-дюймовом экране HD-видео, это довольно спорно. Особенно учитывая то, что это разрешение. Ну, то есть, смотреть фильм на 720p на экране 480p, это довольно спорный вариант. Дальше, наш стандартный Mac Explorer почему-то отказывается здесь работать в аппаратном декодере, причём со всеми видеофайлами. То есть, просто говорит, невозможно в аппаратном декодере, только в софтвайле. Дальше глянем на комплектацию. Здесь зарядное устройство стандартное, это HTC, компактное, сюда вставляется USB, а он вставляется в розетку. От компьютера, естественно, также может заряжаться смартфон. Micro-USB, USB-кабель в комплекте имеется, тоже ничего особенного. И дальше у нас наушнички от Bits Audio, красные, красивые. Я могу сказать, что они действительно недурственные для такого аппарата. То есть, Bits Audio здесь логотип не зря, это, конечно, не какой-то Sennheiser, там, 1000 за 2, за 3, но они вполне годные и хорошие. К ним тут 4 сменные насадочки идут для разного типа ушей, я так понимаю. Ну, я особенно этим не заморачиваюсь, слушаю, как есть. Ну и опять-таки, если вы хотите слушать Lossless музыку, то вам нужна сменная карта памяти, потому что Lossless у вас сюда не влезет. Отметим также, что аппарат выпускается в двух вариантах, это белый и черный, они ничем не отличаются, у них даже поверхности одинаковые, просто цвета. Итак, доведем итоги касательно аппарата HTC Design 200. Начнем с плюсов. Плюсы заключаются в том, что он компактный, маленький и стоит на данный момент всего 6000 рублей. То есть, за 6000 мы получаем аппарат от премиум бренда, новую модель, в общем-то, круто, стильно, молодежно. Минусы здесь в том, что здесь у меня самый лучший дисплей и здесь уже устаревшая производительность. То есть, конечно же, за 6000 рублей многого ждать не стоит, но кто-то скажет, что можно купить какой-то ноунейм китайский аппарат, и там процессор будет лучше, и он будет прав. То есть, здесь вопрос, для чего вам нужен смартфон. Если вам нужны почты, ВКонтактики, Асечки, Календарики, то вот эта модель вполне неплоха. Опять-таки, известный бренд, новая модель, она понадежнее. В остальных случаях стоит взять китайца. У нас прикольная большая табличка, она нужна нам для того, что у нас стали заимствовать видео, некоторые нехорошие люди врезают наши логотипы. Вот, теперь у нас табличка побольше в этот раз. Спасибо за внимание, всем пока!